привет друзья сегодня снова мы саша и лена готовим для вас сегодня мы будем готовить овечьий сыр в оливковом масле с пряностями значит овечьий сыр это сыр фиета у нас 20 процентов вот такой вот рассольный сыр вот он для рецепта нам потребуется прованские травы то смесь сухих и ароматных прованских трав душистый перец вот такой вот это большие такие горошины разноцветный перчик и семена фенхеля также нам потребуется оливковое масло и веточка базилика мы срезали со своего огорода базилик поставили водичку у кого есть огород или на балконе или на своем участке или на подоконнике кто хочет вырастить базилик вот пожалуйста можно срезать она пустит корни и потом землю и всегда у вас будет свежий базилик на вашем столе такие базиликовые кустики вырастают очень и очень приятная ароматная травка которую любят и любой сыр и помидорки ну конечно оливковое масло ну что приступаем для этого блюда нам потребуется как я сказала сыр его нужно будет достать из рассола положить на салфетки и обмакнуть достали мы сыр и из рассола положили на бумажные салфетки обмакнули насухо и нарезаем на кубики по полтора сантиметра где-то примерно вот так теперь мы кладем в ступку семена фенхеля горошины перца здесь и душистый перчик и разноцветная смесь перцев тоже идет в ступку и любая смесь ароматных трав это могут быть итальянские травы прованские травы средиземноморские травы у нас вот такие травки это средиземноморские тоже пойдет туда и теперь мы в ступке не сильно в порошок а просто разобьем такую крупную крошку измельчили все специи все пряности и теперь мы должны все это пересыпать в удобную какую-нибудь посуду у нас тарелочка так теперь нам нужно взять какую-нибудь емкость она обязательно должна быть с крышкой куда мы будем потом складывать нашу наш сыр уже вместе с этими специями и немножечко на дно мы нальем немного оливковое масло чтобы сыр не прилип вот так буквально только немножко на дно теперь мы будем обмакивать сыр в этих вот пряностях вот так вот и складывать миску и каждый слой обязательно будем пересыпать нарезанным базиликом вот сейчас мы его нарежем сейчас я сделаю первый слой вот так вот видите партиями следующая партия также все нужно обсыпать специями и пряностями очень очень вкусный такой душистый аромат идет вот видите как нам нужно нарезать базилик мы возьмем веточку оборвем листочки потому что стебелек нам не нужен только листочки и сейчас их меленько нарежем меленько нарежем и будем каждый слой сыра пересыпать базиликом и поливать оливковое масло мы измельчили базилик и теперь вот этот слой сыра мы пересыпем нарезанным базиликом возьмем часть базилика не весь и нальем оливковое масло вот так следующую порцию делаем обмакиваем кубики сыра в пряностях складываем нашу коробочку вот так вот посыпаем базиликом и поливаем оливковое масло вот так вот и так нужно проделать с остальным сыром и сейчас его здесь окунем остатки сыра обмакнем со всех сторон чтобы пряности покрыли буквально каждую сторону сыра вот этих кубиков наших нарезанных и будем складывать это уже будет последний слой остатки этих специй если они сейчас останутся мы посыпем сверху вот приправим базиликом и теперь оливковое масло мы зайдем полностью чтобы полностью покрыть сыр вот так вот щедро чтобы каждый кусочек сыра утонул вот в таком ароматном масле который уже будет настоя на этих специях будет просто волшебнейшая закуска вы спросите к чему такая закуска подавать ее можно просто с вином это будет прекрасный ужин со свечами что вам еще сказать эту закусочку нужно не держать холодильнике желательно не ставить в холодильник и настаивать нужно 3-4 дня в прохладном месте но как это сделать у нас когда сегодня у нас 36 градусов жары прохладного места у нас буквально нету у нас самое холодное место в доме это холодильник и поэтому перед тем как ставить на стол нужно достать заранее из холодильника потому что масло оливковое в холодильнике застывает и перед употреблением нужно заранее достать чтоб она растаяла стала прозрачной приятного вам аппетита все наши рецепты находятся на нашем кулинарном сайте волшебная кухня секрета от альоны и как обычно мы оставим под видео все наши ссылки на наш сайт и конкретно на вот этот рецепт приятного вам аппетита готовьте с нами и подписывайтесь если вам нравятся наши рецепты будем рады вам захотите